Кто бы не хотел перемещаться в пространстве и времени? Сейчас вы у себя дома, а через минуту на берегах Тихого океана. Вы мёрзнете снежной зимой и мечтаете о тепле. Одно мгновение и вы на лазурном острове. Вас манит космос? Закройте глаза и через секунду вы будете на Луне. Такая перспектива очень соблазнительна. Именно поэтому на тему телепортации снято множество фильмов и написано сотни книг. Но несмотря на всю свою нереальность, это не значит, что телепортация совсем невозможна. Естественно, большинство учёных в этом сомневаются, а другие говорят, что уже через пару десятилетий телепортация сможет стать реальностью. Давайте разбираться. Что означает телепортация? Телепортация представляет собой скоростное перемещение любого предмета или объекта на разные расстояния. Впервые это слово ввёл в литературу Чарльз Форд в 31 году 20-го столетия. Публицист всерьёз интересовался паранормальными и мистическими явлениями. В 1993 году физик Чарльз Беннет доказал теорию о том, что существует возможность перемещений. В своих работах физик показал, как можно связать две частицы так, чтобы сохранить их связь на огромных расстояниях. Такая связь имеет удивительную силу и называется квантовая запутанность. С её помощью можно передать часть информации другому человеку, который также, как и первый, держит одну из частиц. Таким образом, информацию можно передавать от человека к человеку, и при этом она не проходит между ними физически. Перемещение такой информации можно считать разными версиями одного процесса. Так, каждый атом нашего тела представляет собой набор данных, а человек в целом является большой коллекцией этих наборов. Стоит лишь телепортировать всю нужную информацию о себе в любое место, и вот вы уже наслаждаетесь прекрасным закатом на Мальдивах или гуляете по Луне. Но это в теории, а на практике не всё так просто. С конца 20-го века телепортация активно изучалась и развивались технологией для её реализации. Учёные даже смогли добиться небольших успехов. Но вот телепортировать человека — совсем не простое дело. Если даже один атом потеряется в процессе телепортации, будет очень неприятно. Достаточно вспомнить фильм «Муха», в котором главный герой изобретает телепорт, а перед самой телепортацией к нему в кабину попадает муха. Зрелище далеко не для слабонервных. Квантовый компьютер и зачем он нужен? Получить хоть какой-то прогресс в вопросах телепортации — настоящая удача. Именно поэтому физики пытаются создать квантовый компьютер. Такое приспособление существенно поможет при взламывании кода и решении других математических задач. Но сможет ли он телепортировать человека? Телепортация — основная технология квантовых вычислений. Главная сложность телепортации состоит в том, чтобы каждый атом тела собрать в правильной последовательности. Вы же не хотите телепортироваться насекомым или с ногами, торчащими из головы. Чтобы перенестись из одного места в другое, фактически необходимо умереть здесь и возродиться в другом месте. На сегодняшний день никому неизвестно, как правильно собирать всю информацию и передавать её, чтобы сохранить первоначальный вид. Теоретически мы можем войти в телепорт, но выхода пока из него нет. Это как в компьютерных играх, но в игре можно начать заново, а в жизни нет. А на этом у меня всё. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.